Добрый день! С вами Ерезванов Хасян Софеевич, Габуистоки, инструктор по шахматам. Тема нашего сегодняшнего занятия это ответ на решение шахматных этюдов. Итак, этюд номер один. Первый ход в этом этюде. Белую делают слон F2, нападая на черного ферзя. У черных единственный ответ, чтобы сохранить ферзя, это черная пешка идет вперед. Е3. Слон бьет эту пешку на Е3. Черные ферзем берут слона на Е3. И тут очень красивый ход. Ферзь F2. Черным ничего не остается делать. У них ферзь под боем, они берут белого ферзя. Ферзь F2. Тут белые делают промежуточный шаг. А5. Король берет на А5. И возникает ситуация, что у белых нет ходов. И патовые ситуации, и белые делают ничью. Этюд номер 2. В этюде номер 2 белые делают первый ход очень сильный. Ладья Е1. У черных особо хороших ходов нет. Если они ферзем пойдут на любое поле по вертикали B, то они потеряют ферзя. Ходом C3. У король один ход единственный на B2. И ладья B1 выигрывает ферзя. Поэтому черные вынуждены сделать шаг. Ферзь C1. И тут отскок коня очень сильный. Конь Е3 очень сильно отскакивает. Получается, что белые жертвуют ладью. У черных ничего не остается делать, потому что ферзь и король на одной линии. Черные вынуждены брать ладью. Ферзь бьет Е1. И после хода конь C2 белые забирают ферзя. Конь Е1. И выиграют партию. Этюд номер 3. Первый ход в этом этюде делают белые конь. Д3 шаг. У короля единственное поле для отступления. Король B5. Следующий прыжок коня. Конь C3 шаг. У короля единственный ход. Король А5. И тут белые жертвуют пешку. B4. И черные вынуждены брать эту пешку конем. Конь бьет на B4. И тут очень красивый ход. Делают белые конь Е5. И теперь грозит черному кролю мат с двух полей. С C6 и с C4. Куда бы черные не ходили мат неизбежен. Или с поля конь C6 или с поля C4. Этюд номер 4. Первый ход в этом этюде белые делают конь. Ф6 шаг. Черные вынуждены брать Е5. Ладья бьет на А7. Пешка. Ф5. Кроль C5. Пешка. Ф6. Король D6. И получается, что белые или делают мат. Или выиграют ладью. Этюд номер 5. Первый ход в этом этюде. Ладья бьет H1 шаг. Черные идут на G5. Король G5. Белый конь. Е4 шаг. Король F4. Белая пешка берет черную пешку. C7. Получается, король ходит ладья C6. Белые тоже делают ход ладья C1. Отдают ладью. Черным ничего не остается, как брать ладью. Ладья бьет C1. И тут очень сильный ход. Белый делает конь на C3. Преграждая ладья захватить пешку от C7. Белые берут коня. Король берет ладью. И белые проводят ферзя. И выиграют партию. Этюб номер 6. Первый ход в этом этюде. Белые делают конь. B6. Если черные берут коня. То король идет на поле E6. И белые ходом ладья C8 выигрывают ладью. Если черные не будут брать коня. А сыграют E6. Пешка E6. То король идет на поле F6. Черные ладья делают шаг. Ладья F8 шаг. Король бьет пешку E6. Ладья делает шаг на E8. Король F7. Ладья E7 шаг. Король F6. И выясняется, что белые грозят поставить мат черному королю ладьей на А8. И у черных безвыходное положение. Единственное, что они могут это взять коня. Если черные берут коня ЦБ, то белые забирают ладью. И партия выиграна у белых. Этюд номер 7. Первый ход в этом этюде белые делают на конь F5. Чёрные отвечают А2. Белые идут на поле G7. Чёрный король берет коня. Король бьет F5. Белый король идет на поле D5. Чёрный слон идет на поле D8. Белый слон идет на поле A1. Чёрные делают ход слон F6. Белый король идет на поле C4. Чёрные берут слона на A1. Король B3. И на любое отступление слона, ну, предположим, на F6, белый король забирает пешку А2. И в итоге получается ничья. Этюд номер 8. Первый ход в этом этюде. Король E7. Чёрная пешка идет вперед. G5. Белый король идет на поле D6. А чёрная пешка продолжает идти. Пешка G4. Пешка G4. Белый пешка идет на E7. Стремится идти во ферзи. Чёрный слон препятствует этому. Слон идет на B5. Тогда король нападает на слона, выигрывая тем самым темп. Чёрный слон идет на поле E8. И белый идут на поле D4. И белый король окажется в квадрате. И он может забрать пешку. И в итоге у нас получается ничья. Этюд номер 9. Первый ход в этом этюде. Король G6. Чёрные идут на поле B6. Белый король бьет пешку на G7. Чёрная пешка продолжает движение H5. Белый король берет пешку F6. Чёрный продолжает H4. Белый король идет на поле E5. Чёрный король берет пешку C6. Король F4. И получается белый король в квадрате. Он задерживает эту пешку H4. И в итоге у нас ничья. Этюд номер 10. Первый ход в этом этюде. Белый делает король F1. Чёрный король идет на поле E7. И тут белый жертвует коня. Конь F8. Чёрным ничего не остается. Как взять коня? Король бьет на F8. И тут очень хитрый ход. Пешка на G6. И выясняется, что одна из пешек проходит во ферзи. Куда бы король ни пошел, одна из пешек. Например, если чёрный король пойдет на поле E7, то пешка G спокойно проходит во ферзи. Если наоборот, белый, чёрный король идет на поле G7, то пешка E беспрепятственно идет во ферзи. И таким образом белые выигрывают. На этом мы закончили занятие. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok